У меня еще волосы сырые. Надо было посушиться. Но сушиться некогда. Цветые угодники. Лариса камеру с собой взяла. Всем привет. Евгений Суровый едет, ни с кем не здоровается. Фирменная Женина. Рукомахание. Есть рукопожатие у Жени в рукомахании. Я с дорогой, может, не сужу. Поехали мы по делам. И, раз я не за рулем сегодня, я разучилась вообще говорить. За эти сколько? 10 дней, наверное, точно. Последняя съемка у нас была... Когда? 30-го. Нет, сколько в августе-то? Дней. 31-го, наверное. Вот мы снимали. Начали, когда копать картошку. Последнее видео называлось. О, началось или что-то типа того. Ну, что все, перекопали. Трубы они тут менялись, всю дорогу. А потом, а потом... Потом случилось страшное. Честно вам скажу. Случилось 1 сентября. И, может, кто им скажет, да, это же праздник. А для меня 1 сентября это был самый ужасный день за последнее время, наверное. Который я испытывала. Такого ужаса я давно не испытывала. Так что, не знаю, наливайте чай. Берите там печеньки, баранки. Буду сегодня долго вещать. Возможно, с перерывами. Сейчас не успею все сказать. Женя, едем по делам. Ну, давайте, в общем, начну. Давно хотела. Мы все картошку копали, перебирали, убирали. В общем, занимались огородом, домашними делами. Женя, стройка занимался. Он так молчит, сидит. Я слушаю. Что же она там говорит? Что же она там скажет? В общем, занимались домашними делами. Какая-то суета, бего дня была. Бешеные какие-то дни. Поэтому камеру вообще не брала. Прошу опять, как всегда, прощения. Что оставляла надолго вас. У меня была мысль, конечно же, снять эти, как они называются, короткие видео шорсы. Шорсы. Никак не могу привыкнуть. Была мысль, но что-то как-то не до этого даже было. Но, в общем, давайте потихонечку подтягивайтесь там, не знаю, с чаем, с кофем. Я начинаю свой рассказ про 1 сентября. Сейчас уже приедем и закончишь. Мы прямо уже сейчас приедем. Уже все. Ну, еще 5 минут у меня есть. Я успею до середины даже рассказать, наверное. В общем, 1 сентября. Просыпаюсь утром, звоню в будильник. Слышу, что вроде бы Ксения там что-то собирается. О Ньюты 1 сентября нам надо было... Забыла-ка скольки. К 11 или к 12. Ну, в общем, не с утра. Должна была отвезти Ксюшу, Марьяшу в садик. Встаю утром, иду на кухню. И поехала, как на роликах, знаете, так растянулась. Женя тут зеркало снесла. Ничего понять не могу, думаю, почему так скользко. Чуть не свалилась, в общем, чуть нос себе не разбабахала. Благо успела схватиться за стол. Ничего понять не могу, думаю, что такое все скользкое. Какой-то запах стоит непонятный. Посмотрела на сковородку, вся сковородка черная. В общем, захожу к Ксюше в комнату и вижу на полу следы такие жирные. Я говорю, все, все случилось-то. Я говорю, посмотрю, у тебя все носки ты протопала. Говорю, это я говорю, масло что ли развела? Ну, масло развела. В общем, у девчонки тоже неудачно. Началось утро 1 сентября. Накануне мы, конечно, все подготовили. Букетики у нас были готовы, все. В общем, решила пожарить себе хлеб с яйцом с утра. Видать, пока собиралась. Тут спалила себе хлеб. Начала, когда наливать себе масло в сковородку, рукой задела масло, пролила масло. Я не знаю, штук 5 или 6 вот этих вот всех тряпки, которые я пыль вытираю, они все лежали на раковине. На полу прямо капли масла были. В общем, в итоге с горем пополам у меня Ксюша собралась, отправилась в школу. Приехала домой, думаю, сейчас буду все, полы тут затирать. Частично что-то затерла, потом смотрю, время надо уже как бы это... Пока прибиралась на кухне, думаю, сейчас все разберу и потом помою полы. Потом решила, думаю, сейчас отвезу Анютку в школу. Ее надо было тоже будить, собирать, заплетать. Ее разбудила. Собрала, сделали мы с ней два хвостика, бантики, все. Предложила я ей сфотографироваться. Я говорю, Анютка, давай сфотографируемся. В общем, она мне встала у комода. Так рожу скорчит, эдак скорчит рожу. А, еще получается, перед этим-то я, когда Ксюшу увезла, мы по пути Арсения забрали, отвезла. Ребята уже сами пошли, потому что они уже взрослые, ну как бы с цветочками. Все, Ксенечка, с двумя букетами. Один еще собрали Арсению, остались у нас там цветочки. Так что ему тоже собрали небольшой букетик. Сейчас по пути его захватим. И все, сами пойдут уже. Я даже из машины выходить не буду. Смотрите, какой цвет он думал. Я с вами лучше не видела. Детям, говорит, сказали брать себя и свое хорошее настроение. Давайте, удачи вам! Все, пошли на учебный день. Вот посмотрите, как мой ребенок сегодня пошел в кедах зеленых, в джинсах закатанных. Ну ладно, хоть белую блузку надела. Это же ведь какой-то кошмар. Я вчера с ней не могла поспорить. Я говорю, достань черные, пожалуйста. Они у меня где-то, не могу я их найти. Обувь. И разговаривать, и спорить вообще бесполезно. Мне же, говорит, учительница сказала, прийти более-менее нарядными. Вот я же, говорит, белую рубашку надела. Вот и иду. Вот так вот. Веником машет, пошла восьмиклассница. Вообще осталось посмотреть. Вон ни одна у меня такая, Ксюша, но у этой хоть ботинки какие-то темные. Машины ездят. Плохо тут снимать все. Тормозят, детей везут. Все бегут. Первое сентября. Все учиться. Ой, ладно, поехала. Домой по тумане повезу. На улице туманище. Смотрите, вон даже леса не видно, ничего. Машин много сегодня. Ксюшу сегодня с девяти. А Анютку надо будет к без пяти час дня привезти. К без пяти часу. На улице свежо, прохладно. Солнце есть, но оно где-то в тумане. Потом мы приехали. Села так, полистала ленту ВКонтакте, в Инстаграм. Смотрю, как бы выставляю. Детки такие все нарядные, красивые, улыбаются с мамами, с папами. Я думаю, ну, Анютку сейчас тоже собрали. Попросила ее сфотографироваться. В общем, она встала у комода. Я вижу, что как бы не ракурс. Ее и цветы надо поменять. Я говорю, Анютка, давай как-то встань по-другому. В общем, она начала мне выпендриваться, выкаблучиваться. Так не хочу, я так не хочу. Я говорю, ну, улыбнись хотя бы немножечко. Ну, в общем, уговаривала, уговаривала. В итоге мне почему-то так стало обидно. Смотрю на других. У них в ленте дети такие нарядные, красивые, улыбаются. Моя даже один кадр сделать не может. Я говорю, Анют, ну, это же тебе потом на память останется. В общем, там у меня слезы. Мы с ней разругались. И я ей что-то начинаю говорить. Она мне огрызается. Я ей говорю, она мне огрызается. Я ей говорю, она мне огрызается. В общем, уехали мы. Ну, 1 сентября в плохом настроении. Отвезла ее. Приехала домой. Все поперемыла. Пришло время Аню забирать. Из школы. И вижу такую картину. Я еще стояла. У меня видеокамера с собой была. С утра я же Ксюшу с Арсением сняла, как они пошли. Хотела вести влог с 1 сентября. Как и что. После ссоры с Аней. Я говорю, у нее даже не снимать ни ухода. Ничего настроения не было. Отправила ее в школу. Потом вот приехала домой. Там приготовила поесть. Отвезла ее. И сидела, в общем, ждала какое-то время. Думаю, ну, все равно как-то надо же скрасить. Вроде как поссорились, троливали. Настроения нет. Надо как-то этот день все-таки отметить. Все-таки день знаний. Поехала в Ленту. Хотела купить тортик. Обычно к 1 сентября там продают тортики. С какими-нибудь надписями. С днем знаний. Или там 1 сентября. В итоге тортиков таких вообще там не оказалось. Думала купить министерский наш любимый торт. Его тоже не оказалось. В общем, купила я какой... А, называется 3 шоколада торт. Ну, думаю, там 3 шоколада будет вкусно. Выбирала. Поехала забирать Аню. Сидела в машине. Думаю, встречать, не встречать. Думаю, ну ладно, сама придет. Смотрю, время 2 часа. Я мне ее 2 часа забирать. Время 5 минут. Думаю, ну пойду, мало ли что. Прогуляюсь, пойду ее встречу. Подхожу к крыльцу школы. И у меня просто я стояла. У меня вот так вот, знаете, как в мультике показывают. Вот такие вот челюсти книзу. Отвисла просто. Наблюдаю такой картины. И думаю, камеру доставать, не доставать. У меня просто ни руки, ни ноги не двигаются. Я стою вот эту картину наблюдаю. Сидит Аня. Вокруг нее подружки. Трое или четверо там одноклассницы. Аня сидит в луже. Ну как сидит она? На корточках сидела. В этой луже лежит куча новых свежевыданных учебников. От четвертого формата все это в луже. Она берет рюкзак. В эту же луже переставляет. Девчонки салфетками там влажными, бумажными платочками. Все эти. Одна стоит так, листочки перебирает, просушивает эти учебники. Вторая вытирает. Аня там что-то сок достает какой-то еще один. В общем, я стою, ничего понять не могу. В итоге камеру я доставать не стала, не снимаю ничего. Ну, настроения нет. Я думаю, ну что, смысл что-то такое снимать. Ай, в общем, подхожу, спрашиваю, что случилось. Она говорит, нам выдали сок. А еще, что мы еще повздорили. Я говорю, предварительно на встрече с учителями вам было сказано взять нормальный рюкзак. Будут выдана часть учебников. Она, ой, да что, зачем? Я говорю, ну, вы же больше знаете тогда. Вы же умнее, чем ваши родители. Идите со своим розовым рюкзаком. Думаю, как-нибудь оттащится или догадается. Может быть, пакет у кого-нибудь попросит. Ну, в общем, в итоге я так понимаю, что им выдали сок. Как сухие пайки. Там было еще у девочки день рождения. Там еще одна коробочка сока угощала она. В итоге она, видимо, как-то этот сок к себе прижала. Или как, не знаю. В общем, она сказала, что он у нее лопнул. И все это дело пролилось. Она даже не заметила. Ей это сказали девочки, что у тебя что-то из рюкзака капает. В общем, она как чухоня вся сидит в этой луже. Я вот так вот взяла в охапку эти учебники и привезла домой. Дневник, все, что внутри пенал, ручки. Все это было залито просто соком. Конечно, я была очень недовольна всей этой ситуацией. Провели умножение. Тоже долгий разговор. Разложили эти учебники. А, еще в чем был плюс? Я говорю, сейчас же учебники очень дорогие. То есть там от 300 рублей и до 800 и выше. По стоимости там штук 5 или 6, да, было, наверное. В общем, в итоге оказалось, что это не учебники. Ну, я вот в этом шоке не разглядывала. А рабочие тетради, за которые я уже предварительно 1800 заплатила. Ну, в общем, все просушивали мы на солнышке. А в итоге чай мы попили, посидели. Пришло время вечером забирать Марьяну из садика. Прихожу на площадку. Их на площадке нет. В соседней этой группе воспитательница говорит, они ушли в группу попить. Я думаю, ну, ладно, пойду. Стою на улице. Домофон звонить не стала. Думаю, ну, сейчас попьют, выйдут. Минут 5 простояла. Подождала, не выходят. Мужчина куда-то выходила. Я думаю, ну, сейчас зайду в группу, если что, там ее заберу. В общем, поднимаюсь на второй этаж. Тишина такая, все. В группу дверь открываю, и выходит ко мне Марьяна. Ну, то есть сначала вообще вышла, и я не поняла, Марьяна это или нет, выходит. В общем, там вот такая вот губень на пол лица. Я, конечно, кадры повставляю, все это. Я поснимала. Марьяна отказывалась сниматься, отказывалась фотографироваться. Ну, я как бы хотела для себя. В общем, получилось, как воспитательница, она тут же начала мне рассказывать. У Марьяны вот эта вот губа. Я, в общем, я даже сейчас это все вспоминаю. У меня такая реакция была, я просто была в шоке после всего вот этого произошедшего, что у нас было за день. И выходит Марьяна. У нее просто вот губа висит на нижнем подбородке. Фотографию вставляю. Фотография-то, кстати, была сделана на следующее утро после того, как я ее забрала. То есть к утру уже вот эта вот опухоль на губе немножечко спала. А когда я ее забирала, эта губа была еще больше. Получилось, как воспитательница рассказывает. Говорят, что они гуляли. Воспитательница пошла с детьми играть в какой-то там, ну как, мыльный пузырь. Не пузырь, а как он, воздушный пузырь. Ну, в общем, игра какая-то. Они пошли играть в пузырь. Марьяна отказалась и пошла посидеть на лавочке. Воспитательница говорит, я тут пока на деток отвлеклась, играла в этот пузырь. Марьяна навернулась, упала с лавочки. Как уже потом выяснилось, что она сидела на лавке, подогнула коленки туда, вот знаете, поверхность лавки. И коленки туда под поверхность подогнула. Дети так часто сидят. И упало лицом. Пробила себе верхнюю губу. Там получается 4 было отверстия от зубов. Пробила зубами себе губы. Вот. Как таковой панику я ничего такого не поднимала. Единственное, у меня был вопрос. Мне воспитательница сказала, говорит, мы ее отвели к медику. Ей все это обработали. Как-то она сказала, это хлоргексина. Она тоже, я вижу, что она испуганная. А воспитательница была на группе вообще не наша. Заменяла наша, куда-то попросилась по личным обстоятельствам, по личным делам. И заменяла другая воспитательница. Ну, в общем, по ней было видно, что она сильно испугана, напугана. Тоже как бы не знала, как я отреагирую на это. Что, Женя, заскучал? Иди домой. Я уж тут договорюсь, сейчас надо домой идти. Вот. И она говорит, что Марьяна, такое было, говорит, ощущение, что она как будто бы задремала, как будто бы уснула. Я думаю, да как так? Так, ну, ребенок вроде бы выспался, все. И рассердилась я на то, что... Я говорю, так а почему не сообщили-то? Она говорит, ну, врач посмотрела, обработала хлоргексином, как она сказала, ну, хлоргексидином. И мы не стали вас беспокоить. Мы просто не стали вас беспокоить, раз все обработали. Ну, как-то вот в этом я как бы поругалась и сказала, я говорю, так надо было сообщить, как так-то? Ну, вот как-то так. В итоге, короче, потом на следующий день позвонила мне заведующая, говорит, что до меня это не было вообще доведено. Мы на следующий день с Марьяной поехали показаться стоматологу, все-таки надо было посмотреть, потому что внутренняя часть, вот, ну, которая вот здесь вот, где перемычка идет, да, между зубами, у нее там прямо аж такое, знаете, багрово-синее, да, какое-то было такое. Как кровь запеченная, да, была там на десне. Надо было проверить все-таки целостность. Мы же не дома проверили, зубки как бы все вроде бы целые. Ну, чтобы перестраховаться, еще поехали к стоматологу. И заведующая нам с утра позвонила, она говорит, я вообще была удивлена, почему воспитатель мне не сообщила, как бы будет проведена с ней беседа. Тролевали, в общем, она потом с ней поговорила уже вечером, после того, не вечером, а днем после того, как мы съездили к стоматологу, показались. Я отзвонила заведующей. Воспитательница, в общем, объяснила причину того, что она не сообщила нам, как родителям, то, что у нее была первая травма, и она не знала, как действовать. В общем, она растерялась, приносила там кучу извинений. В общем, как-то так прошло. После похода к стоматологу, после того, как она это все осмотрела, она говорит, ничего, в принципе, такого, как бы страшного, там, ну, что-то рваных, прям таких сильных ран, чтобы можно было ставить скобки, или чтобы там, не знаю, зашивать. Ничего не вижу, как бы, в принципе, вот, поможет хорошая мазь, называется Солка Серил, Солка Серил, Желе она прописала. В общем, я поехала после этого, а мы Марьяну дома оставили, да? А когда я искала, вечером, получается, или на следующий день? Нет, в этот же день я искала. В общем, или вы с Марьяной, ну, в общем, куда-то я поехала, или на собрание, куда-то поехала, заехала в аптеку, она говорит, Солка Серил, Желе вообще нету, геля тоже нету, его вообще, как бы, не производят, уже давно нету поставщиков, есть вот только какая-то там паста. Солка Серил, паста, будете брать, я думаю, ну, как бы, средства-то не из дешевых, думаю, поеду это, все-таки посмотрю в других аптеках Желе, мне там еще для себя кое-что надо было купить. В общем, после этого объехала аптек 8, наверное, по всему вот нашему району, проехалась, не нашла ни Желе, ни где, да, даже пасты это не нашла, приехала сюда, обратно в эту аптеку. Паста эта стоит 950 рублей, но помогает, на самом деле, очень здорово, у нас уже на следующий день вот этот весь отек спал, на третий, получается, день у нее уже практически, ну, вот, как здоровые губы, только внутренняя часть была. У нее единственное свойство такое, ее наносишь, она как крупинками какими-то, и как, ну, скатывается и осыпается, вот первый раз я вообще не могла, а надо ее нанести быстренько прямо на губу, и потом чем-то сверху смочить, и оно, как знаете, такая желеобразная такая консистенция получается, и как покрывают губы, не смывается, ничего, ее даже потом отодрать, снять было сложно, мы ей ватный диск намачивали, губе прикладывали, ну, в общем, вот такой вот шок я испытала 1 сентября, и, скорее всего, причиной того, что я долго не снимала, скорее всего, это и послужило, не особо интересно, как-то у нас все это происходило, мы тут всю картошку, как-то занимались лечением марияжа, вот это все, садик, в общем, постепенно начинаю отходить от этого шока, ну, действительно, было страшно, на самом деле страшно. Я приехала, Женя, у меня копает картошку, я к нему со слезами, что такое случилось, а этот еще балда, давай, расскажи-ка, расскажи, Евгений, либо тросочек, короче, пошутил у нас, копает он картошку, я прихожу с Марьяной, я рыдаю, у меня слезы да взрыт, что случилось, поворачиваю мамарьян, вот такой, что случилось, я говорю, ну, вот говорят, что с лавочки упала со скамеечки, он такой, или воспитательница, говорит, ей в губу с ноги зарядила, и, в общем, мы как-то вечером пытаемся выяснить, потому что вела она себя вообще очень странно, ну, понятное дело, да, как бы ребенок травмирован, у нее было шоковое состояние, это было точно видно, причем очень сильно переживала по поводу своей внешности, задала мне вечером вопрос, как-то она скажет, мама, я красивая, и когда я приехала на следующий день, мы поехали к стоматологу, с утра я ее отвезла в садик, и когда приехала ее забирать, они сидели в машинке, то есть, ну, было видно, что она такая вся подавленная сидела, воспитательница это отметила, уже наша вышла, а этот балда пошутил, говорит, или, говорит, тебе воспитательница с ноги, говорит, в зуб дала ногой, потом мы домой пришли и стали выяснять, все-таки, я говорю, ну, как-то неправдоподобно, я говорю, ну, как так можно, сидел ребенок, упал и стукнулся, ладно, там, будешь падать с лавочки, стукнешься носом, лбом, ну, как можно вот зубами, губами, короче, непонятно, потом на следующий день Марьяна говорила, что она стукнулась об дерево, хотя там, я не знаю, метра полтора до дерева от лавочки, то есть, это надо было как-то долететь, в общем, история осталась темной, и она нам начала, уже в итоге мы просто все до нее докапывались, Марьяна, а как это случилось, я говорю, может быть, ребятки кто-то обидели, она уже потом на все говорила, да, ребятки меня обидели, я говорю, или воспитательница тебя наказала, да, воспитательница наказала, я говорю, а как она тебя наказала, а вот так, говорит, подбежала и ногой мне, говорит, Я говорю, это уже на фоне Жени, видимо. Потом она мне версию выдала, что, говорит, эта воспитательница меня обидела. Она, говорит, меня вот так вот за губу, говорит, схватила. Ну, тут я поняла, что, как бы, это, скорее всего, медик, когда ей обрабатывала вот это вот всё, отодвигала губу, наверное. В общем, версий было куча. Потом она на следующий день, уже когда, после того, как мы поспали, я думаю, ну, как бы уже более такое спокойное состояние. Я у неё спросила, я говорю, Марьяна, ты действительно с лавочки упала, или тебе сказали так сказать. Она говорит, нет, я упала с лавочки. Ну, в общем, вот такая вот у нас случилась печальная история, очень неприятная, травматичная, как психологически, так и физически. Я тут уже не пыль решила повытирать. Это и с тряпкой, а не салфеткой. Короче, сейчас Ксения придёт у нас, эти дни всё дожди, Женя. В общем, разрывается мужик у меня. То на стройке, то в огороде, то по работе надо ему куда-то. И непонятно, как это всё дело совместить. Ну, так же, как и у меня, у меня сейчас. Вчера надо было идти Ксюше на собрание, просто какие-то бешеные дни. Я говорю, надо тут картошку перебирать, надо кушать готовить, надо прибраться, надо постирать, надо всех в садик приготовить. И какой-то дурдом. Я говорю, я приезжаю уже, Марьяну забираю, Женя улыбается, не поехала на собрание. А мне Ксюша сказала, говорит, учитель напишет всё в чат. Но я просто не поехала, и всё. Потому что невозможно собрание за собранием. Сегодня я поеду на собрание. Девочка-соседка у нас, подружка Вика, тоже вы их видели на дне рождения у Марьяны. Решили в танцевальный коллектив. Вот сегодня поеду, 6 часов вечера, и узнаю, как и что. Может быть, даже в этом же влоге вам всё расскажу. Либо уже в следующем влоге, если я довольно много наговорила, то вы уже устали, наверное, сидеть ждать. Женя, он уже устал, он уже встал бы да ушёл. В общем, ладно. Если я много наговорила, то завершаю на этом влог. То вообще наговорила. Всем спасибо, кто уделил внимание этому влогу. Те, кто ещё не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выходящих. На нашем канале видео пишите обязательно ваши комментарии. Всем до скорых встреч. Мне про крышу я не могу снимать, там ветрище такое дикий. То дождь, то ветер. Потому что говорить там будет бесполезно. Я уже так-то там сделал. Погода, вот сейчас я покажу вам. Вот видите, дует сильный ветер. Тучи всякие. По деревьям. А на крыше сами понимаете, как это всё. Ну, если открыть вас машину, то будет очень шумно. В машине-то как бы ещё ничего, но на улице шумно. В общем, всё. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пошёл оспай. Пошёл о обезоте дальше. Да, конечно. Ну, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok